Война за Россию! Вопрос, кто же тебе эту губу так оттянул? Не ты ли сам? Это не принесет никакого военного успеха. Вот эта дичь, которую вы сейчас услышали, реальная дичь, это на самом деле кусочек цитаты государственной политики. Давайте с другой стороны зайдем к этой теме, которая сейчас, конечно, безусловно, нас волнует. Первое. Что нужно делать в этой ситуации? Когда мы смотрим ролики из Киева, мы слышим сирену. Это значит, что там работает система оповещения населения о происходящих событиях. У нас этой сирены не было. Их надо наоборот показывать в чистом виде, что будет с Киевом, как в Мариуполе, если эти ублюдки возьмут автоматы в руки. Вот что надо делать. Или вы что думаете, мы сейчас остановимся? Они просто скажут, ну ладно, все нормально, будет, будет, нет. Не будет его, пока наши войска не будут на границе с Польшей. Мне кажется, назрел вопрос о необходимости оповещения населения. Как нужно себя вести в этой ситуации каждому конкретному человеку? Что ему нужно делать, что ему не нужно делать? И этот вопрос сегодня совершеннейшим образом назрел. Что должно быть? Должна раздаваться сирена. МЧС должно оповещать о чрезвычайной ситуации. Есть ли в перечне этих чрезвычайных ситуаций атака беспилотников? Или этого нет? Мне кажется, что сейчас этот вопрос, ну, крайним образом назрел. Далее. Каждый гражданин России, в первую очередь, тысячекилометровой зоны от границы, куда могут долететь теоретически теперь эти беспилотники, должен знать, что ему делать в случае оповещения, в случае, если раздается эта сирена. Либо мы принимаем решение не беспокоить население, и этой сирены не будет. Но это решение необходимо принять для того, чтобы, во-первых, компетентные органы знали, что они должны делать, и чтобы каждая бабушка, каждый пионер, каждый взрослый мужчина и женщина знали, что им делать в этой ситуации. Вопрос совершеннейшим образом назрел и перезрел. Хочу сказать, что специальная военная операция идет в строгом соответствии с графиком. По плану. Все поставленные задачи успешно решаются. Сообщения об атаках беспилотников появились в 4.30 по местному времени. Тогда дрон столкнулся с многоэтажкой в Новой Москве. На попадание БПЛА в жилые дома пожаловались и в других частях города. Вдруг как будто едет мотоцикл. Два хлопка. Два хлопка. Запах керосина. Все думается, что такого с нами не случится, что такого быть не может. Что случилось? Почему все это происходит? Всего журналисты разных изданий зафиксировали от 25 до 32 беспилотников. В основном удары пришлись на запад Подмосковья и юго-запад Москвы. В том числе на район Рублевки, где расположены загородные дома российских элит. Село Ильинское, куда упал один из дронов, находится в трех километрах от официальной резиденции Путина в Нового Горева. Официальные лица тут же назвали произошедшее терактом. Следственный комитет возбудил по этой статье уголовное дело. Устанавливаются лица, причастные к преступлению. Погружаете огромное количество людей в депрессию, истерику и психоз. Ну не надо этого делать. Ну не надо все рисовать в каких-то сверх темных красках. Слава Богу, нет никаких жертв и нет никакой угрозы в настоящий момент для жителей. Прокомментировал атаки на ежедневном брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что рабочий день Путина сегодня начался рано. Но выступать с обращением к россиянам по поводу атак беспилотников российский лидер не будет. Совершенно понятно, что речь идет о ответных действиях киевского режима на весьма эффективные наши удары по одному из центров принятия решений. Во второй половине дня Путин все же сделал заявление. Он назвал удары по столице попыткой запугивания России. Это, конечно, явный признак террористической деятельности. Ну, во-первых, хочу сказать, что система ПВО Москвы сработала штатно, удовлетворительно. Хотя есть над чем работать. Министр обороны России Сергей Шойгу приводит свои цифры. Он заявил, что всего Москву атаковало только 8 дронов. А заодно рассказал, как его ведомство, цитата, поразило Киеве еще один зенитный комплекс «Патриот». Сегодня утром киевский режим осуществил террористическую акцию в московском регионе, отмечу, по гражданским объектам. В ней было задействовано 8 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Все они поражены. Депутаты принялись искать объяснение утренним нападениям на столичный регион. Это стало возможным, потому что у нас очень большая страна, и всегда найдется лазейка, где беспилотник может пролететь. Так объяснил бездействие силовиков глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картополов. Это новая реальность, которую предстоит осознать. Еще лаконичнее объяснил депутат Александр Хинштейн. Другой парламентарий призвал выслеживать врагов даже среди близких. В ответ на большое количество видео и фото с мест падения беспилотников, в Госдуме хотят ввести запрет на съемку полетов дронов. Об этом заявил депутат Андрей Гурулев. А мы сейчас законно примем вопрос уголовной ответственности за видеосъемку. Какие именно наказания будут ждать россиян за съемку дронов, парламентарий не объяснил. Не оставили без внимания произошедшие и российские пропагандисты. «Доброе утро, Москва! Добро пожаловать в Донецк!» Написал об атаке беспилотников русский националист Егор Холмогоров. Для первого раза, по его словам, в столице с ней справились неплохо. А зампред Госдумы и телеведущий Петр Толстой рассказывает, что делать дальше – занимать столицу Украины. Чтобы прекратить обстрелы Москвы, надо занять Киев. Нужна мобилизация всех сил и средств. Нужна собранность и единство в понимании общей цели. Только победа! «Не надо ругать противовоздушную оборону», – пишет военкор Андрей Руденко. Он поясняет, дроны летают на низкой высоте, и обнаружить их трудно. «Мы тоже обманываем западную ПВО в Украине, но мы атакуем дронами гораздо чаще и эффективнее», – написал пропагандист в своем телеграм-канале. Но без критики все же не обошлось. Мэр Москвы Сергей Семенович Собянин срочно формирует группы для командировки в Донецк, Ясиноватую, Горловку и Шебекино с целью ознакомления с опытом работы городских учреждений в условиях негативного воздействия беспилотных летательных аппаратов и других воздушных объектов калибром 155 мм и выше. Однако его усилия внезапно столкнулись с начавшейся сегодня утром и локализованной исключительно на территории московской мэрии вспышкой тараканьего гриппа, которым поражены большинство запланированных командировки сотрудников. Крайне эмоционально отреагировал и Евгений Пригожин. «Твари вонючие! Вы что творите? Вы скоты! Отрывайте свои сраки из кабинетов, в которых вас посадили защищать эту страну! Вы являетесь министерством обороны! Вы не сделали ни хера для того, чтобы наступать! Какого х**а вы допускаете прилета этих беспилотников в Москву? То, что они на Рублевку летят к вам домой, да и хрен-то с ним, пускай ваши дома полыхают! А что людям обычным делать, когда в их окна врезаются беспилотники со взрывчатым веществом?» То, что беспилотники атаковали элитные районы Подмосковья, не осталось без внимания и других зет-патриотов. Парадоксы восприятия. Населенные пункты с названиями типа «Гринфильд» жалко чуть меньше, чем населенные пункты с названиями типа «Ромашкова», говорит националист Егор Холмогоров. А философ Александр Дугин, похоже, попробовал оценить произошедшее с научной точки зрения. То, что враг пытается атаковать Рублевку, было очевидно. Но Рублевка отказывалась в это верить. Станет ли это переломом в осознании ситуации рублевским этносом? В то же время владелец элитного жилья на итальянском озере Кома Владимир Соловьев не просто поддержал жителей Рублевки, но и даже выступил в их защиту. «Вам что, нравится то, что удар идет по Москве? Ну вы еще начните укронацистам аплодировать. Чего вы так радуетесь? Ах, Рублевка, а там не русские люди живут? Вы с интонацией-то поаккуратнее. Вы так чуть-чуть в чувства придите». Высказались о происходящем и представители РПЦ. Еще недавно в эфире телеканала «Царьград» протоиерей Андрей Ткачев рассуждал о том, как, по его словам, стыдновато летать на отдых во время войны. «Стыдновато вообще-то попу свою усаживать в самолет и лететь, чтобы попу свою погреть на каких-нибудь теплых песках. Стыдновато вообще-то». «Теперь же от рассуждения о чужих попах протоиерей перешел к истории Древнего Рима». «Ганнибал, господа, уже успешно перешел через Альпы и даже боевых слонов перевел. Пусть на Рим, в данном случае на Третий Рим, совсем не выглядит закрытым. Война за очаги и алтари требует воинского духа от каждого гражданина. Общество от жирной Рублевки до сонных пригородов должно трансформироваться. Из вялой пятерни в сжатый кулак. Карфаген должен быть разрушен любыми имеющимися средствами». «Война за Россию, матушка!»